Всем привет, мои хорошие! С вами Айка Эмили, и сегодня я снимаю для вас очередное новое видео. Как я вам уже говорила, я уже давно хочу снять видео про долму. А в данном случае это долма Три сестры. Вообще, это азербайджанская кухня, и на азербайджанском языке это блюдо называется учбаджи. Я его просто обожаю. Мне кажется, вы сейчас напишите в комментариях, что, Айка, ты обожаешь просто все. Также я приготовила здесь долгум, и давайте приступим. Так, это значит баклажан, как вы уже поняли. Здесь значит перчик и помидорка. Все это заправлено мясом. Если честно, это одно из моих самых-самых любимых блюд. Обожаю просто. Особенно я люблю баклажаны. Я специально не взяла ножик, потому что ножиком многих раздражает звук, как ножом, например, проходишься по тарелке. Поэтому придется обойтись просто вилкой. В последнее время я начала замечать, что мой день проходит вот просто впустую. Да, я снимаю видео, я стараюсь, что-то делаю, но я поняла, что я могу делать намного больше. Я посмотрела в аналитику и обнаружила, что я не только создаю контент для YouTube, но еще я являюсь заядлым просто зрителем YouTube. За неделю я была 24 часа, 23 часа 57 минут на YouTube. Это можно посмотреть, сколько вы времени в день уделяете YouTube. То есть я сижу, смотрю в неделю один день тупо видео. Это очень-очень много, и с этим надо что-то делать. Я понимаю, что пока мы молоды, мы должны как-то развиваться. Изучать языки, например. Ходить на танцы, не знаю, в спортзал. А я тупо целый день, чем я занимаюсь? Целый день просто сижу в телефоне. Если вы тоже, то ставьте лайк. Я просто представить не могу, что когда-то я жила без YouTube. У меня просто это какая-то зависимость, если честно. Вот сегодня, кстати, новые ноготочки, поздравьте меня. Новые ногти. Когда делали ноготочки, что я делала? Я смотрела YouTube. Постоянно, вот просто. Последнее время подсела на эти, знаете, влоги Юли Пушман. Если вы тоже смотрите, то пишите в комментариях. У меня чередуется. То я смотрю мукбанки, то я смотрю Юли Пушман. И что-то у меня в голове зародилась мысль снять для вас видео, как я крашусь перед видео. Я, конечно, понимаю, что это видео не наберет хороших просмотров, например, таких, как мукбанки. Ну, просто одно видео. Мне так хочется его снять. Это уже не совсем формат моего канала. И сейчас уже парни подписались на мой канал, и им вообще не будет интересно смотреть видео, где я крашусь. Ну, блин, мне так хочется его заснять. Я хочу это видео залить в тот же день, когда и будет мукбанк. То есть это будет как бы такой бонус. В любом случае, мукбанк вы в этот день увидите, но еще будет и видео про макияж. Как вы думаете? Как вам идея? Я думаю, что вы одобрите эту идею. Так. Первый. Съели. Второй. Давайте перчика начнем. Тоже очень люблю. Мама ужасно вкусно готовит. Я очень хочу развиваться. Хочу как-то, знаете, не стоять на месте. Ближайшее прям время. Я хочу получить права. Права. У меня до сих пор нету прав, и я не умею плавать. Два моих минуса, которые нужно решить за эту зиму. Просто я хочу с фати пойти. А у нее, если честно, сейчас не очень-то и получается. То есть в любом случае права нужны. Вот. И за эту зиму я обязательно должна их получить. То есть у меня также кинза, которая упала. Чисто из домашней кухни. Это мое самое-самое любимое. Так же я вам в моем инстаграме говорила о том, что у меня будет кулинарный канал. Точнее, он уже есть. Он уже готов. И в середине следующей недели, где-то, наверное, в четверг, будет первое видео на моем канале. Я спросила у вас в инстаграме, как же назвать этот новый канал. Блин, вы у меня такие активные. Мне так это приятно. То есть людей, которые просто мимо прошли, практически не было. Каждый предлагал какой-то свой вариант. А некоторые даже несколько. И один из вариантов мне очень-очень понравился. По-моему, девочка написала Ай Кук. Я думаю, и гениально просто. Ай идет от имени Айка. А Кук готовит. Интересно же. У меня даже в голову не приходила такая идея. Хорошо, что она мне подала. Прям гениально. Я уже переименовала. Но вы все равно не сможете пока что найти этот канал, потому что он еще не готов. Когда я залью первое видео, я уже вам сообщу об этом. Почему я решила создать второй канал? Я могу объяснить. Вот очень часто я сижу что-то кушаю, и меня девочки спрашивают, а как это готовить? А где рецепт? А что? Я думаю, что в принципе я могла бы рецепты делиться и на этом канале, и даже не заморачиваться. Создавать новый канал, потом монетизация. Все дела. Но не всем моим зрителям интересна вообще готовка. Есть люди, которые просто тупо любят мукбанки. Поэтому я решила это разделить. Я думаю, так будет удобнее вам. Хотя мне это не очень удобно на самом деле. Потому что получается... Я 3-4 месяца буду в пустую просто снимать и выкладывать видео, и не зарабатывать с них ни копейки. Но ничего. Переживу. Переживу. На улице такая пасмурная погода. И по идее всегда, когда такая погода, у меня плохое бывает настроение. То есть каждый год осенью на меня нахватывает какая-то грусть. Но только не в этом году. Не потому, что в этом году все прям так шикарно двигается. Нет. Я просто как-то немножко изменилась, если честно. Мне как-то стало все равно. То, что происходит вокруг меня, на людей вокруг меня. Все, что происходит со мной в последнее время, я просто принимаю как должное. Вот посудите сами. Например, у вас что-то произошло в жизни. И вы начинаете из-за этого расстраиваться. Этим вы сможете что-то исправить? Нет. Тогда зачем расстраиваться? Всего-то навсего. В последнее время, ну, постоянно улыбаюсь. У меня даже мама... ...беспокоится за меня. Почему у меня такое хорошее настроение? Как я долго этого ждала. Как я долго этого ждала. Зелень. Я похожа на корову. Сегодня выложила на канал суши. Я думала, сейчас польются комментарии. Опять суши? Сколько можно? И так далее. Ну, блин, столько классных комментов. Люди пишут, давай еще суши. Я же вам обещала сериал. Будет сериал. То я с Фатьей вместе мы едим суши, то я одна. Я просто сама обожаю смотреть видео мукбанки, где люди кушают суши. Могу даже пересматривать некоторые. Вот есть видео, где ускоренный режим, да, то есть типа на количество едят. И вот даже не слышно, как она вот ест, жует. Вот эти звуки, которые всех раздражают. Меня прикалывают. Я что-то смотрела на ютубе, там какой-то канал, где парень и девушка, такие, знаете, качки, сидят, что-то едят. И это все в таком ускоренном ритме. И даже не слышно, как они пережевывают, не видно далеко. Мне лично, вот как зрителю, это не нравится. Типа они, знаете, на количество берут. Типа все должны быть в шоке, а как много они съели. Мне больше нравится какая-то, знаете, эстетика. Вот больше, как Верняева снимает. Чисто, знаете, красивая девушка. Красиво все разложено. Не спеша, медленно. Кушает, обсуждает что-то. Мне приятнее смотреть такие видео. Господи, куда ты от меня, а? Ну, откуда ты денешься? Тут такая обжора. Мы совсем забыли. Он холодный, а я болею. Так. С Богом. Может, это слишком много? Всего-то навсего. Это было очень просто. Это было очень вкусно. Укропчик остался. Говорят, он очень хорошо полезен для зрения. Если ты полезен, иди сюда. А на этом все. Я очень надеюсь, что это видео вам понравилось. Если это так, то ставьте лайки. Подписывайтесь на мой канал. Может быть, для вас это мелочь. Для меня безумно приятно. Также обязательно подписывайтесь на мой инстаграм. Название я напишу вот здесь вот. А я вам желаю удачного дня. Приятного аппетита. С вами была Айка Эмили. Всем пока.